А вот теперь та часть, что касаемо именно бардака со всеми гарнитурами и с тем, что творится. Это карта шрифтов от IDEO. В чем ее штука? Далее нейросети посмотреть на все шрифты в Google Fonts и как-то ей распределить их. Что стоит понимать? Нейросеть не знает ничего про засечки, контрасты, про ширину текста. Ей на это все, честно говоря, пофиг. Она именно смотрит на сам визуальный образ, разбирает его по каким-то своим понятиям, коэффициентам и выдает результат. То есть в этом примере получается что? Что когда мы попросили ее разобрать все эти шрифты и выкинуть обратно, она из них составила определенную карту. То есть, грубо говоря, здесь есть вертикальная ось, которая содержит в собой жирность и ширину, и горизонтальная ось, которая отвечает именно за акцидентность и отличие от какой-то стандартной графемы. Мог ли это сделать раньше человек? Да, в целом мог. Ну, в общем, потому что здесь на самом деле ничего сложного нет. Здесь нужно просто применить знания, которые у нас есть по типографике. Но штука именно в том, что сеть просто это сделала быстрее. И любые новые шрифты, которые приходят, они могут сразу же быстро добавляться в эту коллекцию, и мы можем их использовать, посмотреть, наглядно выбрать абсолютно любой, который нам кажется. Альтернативный вариант. Если мы возьмем вот эту просто всю громадину шрифтов, которые у нас есть, и попробуем их изобразить уже в трехмерном пространстве, где одна ось будет отвечать за наклон, вторая за ширину, а третья за наличие или отсутствие засечек, то у нас получится такое как бы поле шрифтов. И в принципе можно было бы задать вопрос, нафига? Ну вот, но когда требуется подобрать шрифтовые пары, именно такая карта супер сильно помогает. То есть смотрите, как происходит подбор. Выбирается один шрифт, который содержит собой ширину, ну то есть определенной ширины, да, выбирается шрифт. Потом к нему находится с такой же шириной, но с другим наклоном или наличием или отсутствием как бы засечек. Тем самым у нас получается пара, у которой элементы похожие, но в то же время они отличаются друг от друга. Ну вот, тем самым именно в плане подбора каких-то быстрых комбинаций, генерирования их, мы с помощью подобной штуки можем ускорить банально процесс вот именно создания таких вот пар. или вот это другой пример. Соответственно, есть мысли вот вообще, что вот это может быть такое? То есть вот эти постоянно изменяющиеся буквы. Вариативные шрифты, ну почти. Тут что, в чем фишка? Да, есть некая доля правды о вариативности. То есть смотрите, Эрик, вот этот парень, Эрик, он за одну ночь загрузил 50 тысяч шрифтов, скачал каким-то образом, вот, и составил из них, ну просто дал просмотреть все эти шрифты, сетки. А потом он провел с ним много всяких экспериментов, попросил, а создай-ка мне, собственно говоря, теперь сам, ну шрифты сама. И вот эти все варианты, она, которые генерирует, она, по сути дела, ну вот выдумывает. То есть это шрифтов, которых никогда не было, но она насмотрелась кучей других, и поэтому изменяя немножко свои изначальные коэффициенты в плане там вот наклонов, там ширин, вот этого всего, она получает то гротески, то какие-то немножко серифы или еще чего-то. И по поводу, да, действительно вариативности, то есть она действительно чуть-чуть как бы, ну по сути дела берет какую-то свою основу графемы и начинает их варьировать в каких-то определенных кусках параметра. Качество этой гифки низкое на самом деле неспроста, потому что чтобы обработать эти 50 тысяч шрифтов, потом выдавать вот подобный результат, потребовалась неделя времени просто без прерывной работы машины, потому что это очень тяжело, то есть как бы распознать каждый знак и каждый штрешок. Значит, где бы эта штука пригодилась нам, ну кроме, ладно, понятно, что она может там сгенерировать какой-то свой шрифт, но в целом на самом деле хороший вопрос, нафига, потому что уже и так существует огромное количество, и тем более человек это все-таки делает лучше в плане того, что он знает именно как характер, какой должна передать та или иная графема. Но эта штука может ускорять работу, когда у нас, допустим, есть шрифт, но не хватает знаков, не хватает того же знака рубля. Ну вот, такой часто косяк вот встречается в вебе, ну вот он нужен, а его нет. Значит, соответственно, что мы можем либо просто его подобрать из другой гарнитуры, ну в общем какой-то подкинуть, но зачем, если мы можем дать это нейросети, и она посмотрит все остальные буквы и сможет на их основе сгенерировать свою собственную. Но тем самым мы можем дополнять знаки, которых не существовало в этом алфавите по уже существующим графемам. Или наоборот вставлять каких-то, наоборот, то есть только когда мы начинаем создавать шрифт, нарисовав ключевые буквы, уже примерно предсказывать, как все будет выглядеть. Хотя для этого, в принципе, нейросеть на самом деле не обязательно нужна. Ну вот. Ну вот. Субтитры создавал DimaTorzok